Всем привет! Как же быстро прошла эта неделя! Не только неделя, не успела моргнуть уже конец четверти, еще полугодовые контрольные, писать вообще настроения нету. Ой, да. Не стоит унывать, скоро же Новый год, а сейчас нужно бегом исправлять оценки. Это точно подметила. Что-то мы уже разговаривали. Давай начинать переменку. Давай. Итак, наша детская информационно-развлекательная программа «Переменка» начинается! В нашем районе самые талантливые дети. Конечно. А чего ты вдруг про это заговорила? В поселке недавно проходил интересный фестиваль. Так давай поподробнее. Я с двух слов понимать не умею. Все тебе рассказать да показать нужно. Смотрим сюжет. 15 декабря в Деневском Доме культуры состоялся фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья из Китимского района «Поверь в себя». 50 детей-инвалидов из 12 населенных пунктов из Китимского района радовали зрителей своим творчеством. 28 детей выступили на сцене с оригинальными яркими номерами. Это мероприятие очень востребовано как для родителей, так и для детей с инвалидностью. Для наших особенных деток. У нас всего в районе 269 детей-инвалидов. Поэтому очень хочется, чтобы мы каким-то образом помогли этим деткам, чтобы мы их активизировали, чтобы они понимали, что они идут в жизнь с помощью взрослых. Не только родителей, но и со стороны педагогов, со стороны центра реабилитации, со стороны администрации района, поселка. То есть со стороны всех взрослых, которые принимают участие в их жизни. Помимо концертной программы в холле Дома культуры проходила выставка работ, сделанных детьми. В выставке художественного творчества участвовали 22 ребенка. Были представлены работы в различных техниках. Бисероплетение, вышивка оригами, объемное моделирование с использованием различных материалов. Дело было в январе. Стояла елка на горе. А возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз в ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попаста в лапы волка? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. Десять маленьких зайчата висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе, подумал волк, что на горе украшена елка. Ежегодно в декабре фестиваль организуют отдел социального обслуживания населения администрации района и комплексный центр социального обслуживания населения «Вера». Помогают провести праздник сотрудники Леневской детской школы искусств, танцевальный коллектив «Забава» и «Дом культуры». ПЕСНЯ 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 Ребята покорили зрителей танцами, вокальным исполнением, театрализованными сценками, художественным чтением, игрой на музыкальных инструментах и жестовым пением. Все участники выходили на сцену как настоящие артисты. Их мастерство оценено громкими аплодисментами зрителей и жюри. Выступления были очень искренними, трогательными и эмоциональными. Многих поддерживали родители, педагоги и друзья. ПЕСНЯ И не горы наш дом, и ты выкурил, и в нем наша, в нем наша сила, наш дом Кубани, Станицына, наш дом родная столица. Иногда случались какие-то заминки. В такие моменты юных артистов дружески подбадривали. Все участники фестиваля проявили себя, ведь каждый ребенок талантлив по-своему. Просто нужно в нем найти искорку, и из маленькой звездочки вырастет яркая звезда. Стоит только поверить в себя. В конце фестиваля все участники получили заслуженные дипломы, сладкие призы и памятные подарки от администрации Косимского района. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok